Девушки отдыхают 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 мне салмаш. Это полно. И ты сидишь просто, господи, куда я, блядь, попал. И самое страшное, и не это. Самое страшное то, когда ты видишь этих девушек. Когда они выходили, я думаю, господи, хоть бы не к ней. Хоть бы не к ней. Я не увидел ни одной симпатичной депросят меня данные дамы. Легкого, так сказать. Наилегчайшего поведения, да? Потом я увидел свою, блядь. Я увидел, я заходил последнюю. У меня кенты выходили без настроения. Я, в принципе, понимал, почему. Потому что там просто, вы знаете, блядь, обогреватель симпатичнее смотрелся. Она меня ждала, говорит, чё? Селка. Я говорю, ну, бля, как бы про пацанов не говорят, селка он или нет. Во-первых, целка, а не селка. Я не знаю, то ли я переволновался, то ли меня вот эта вот ситуация вся расстроила, да, произошедшая с ней. Чтобы вы понимали, у меня полчаса просто не вставал, потому что... Ну, потому что, потому что, блядь. Стоит отдать должное её правой руке. Потому что ей можно дать даже трудовую медаль за отвагу, блядь. За тот труд, который она проделала. Но член не встаёт. И вот уже момент наступает. И уже почти вот уже начинается. Уже вот всё. Вот уже пизанская башня выравнивается, да, так сказать. Она мне на ухо говорит. Ты кончать собираешься или нет, ну? Ёб твою мать. Ладно, хресим с этим акцентом. Я бы как-то ещё выдержал. Но с правой стороны ещё в дверь долбится хозяйка. Она просто неугомонная. Док-док-док-док-док-док-док-док. Вот это вот. Время доплачивать будете? Ты думаешь, бля, старая. Говорю, иди нахуй. Ну, про себя говорю. Ну, надо кончить, да? Нужно ей сказать, типа, ну, слушай, молодой человек, да, блядь, давай, может, как-нибудь там ротиком или... А мне неудобно на это уламывать, понимаете? И я решил выполнить это слово. Минет. Я говорю, сделай, пожалуйста, мне минет. Там, знаете, там такая реакция была, как будто я, блядь, алтайскую девственницу оскорбил. Фу, ты такой извращенность. Я такой, блядь, а у тебя там под кроватью Библия, да, лежит? Короткое движение, короткий звук. У меня убрал всякое желание продолжать половой акт. Я ей говорю, типа, ну, у меня нет денег, я... Давай попробуем. Она на меня смотрит. И я говорю, спасибо большое, всего доброго, до свидания. Выхожу. И нахуй с этого места свалил. Каждый пацан грешил этой хренью, когда ты пытаешься переубедить девушку легкого поведения заниматься этой деятельностью. Вот это вот, знаете... Ты же такая хорошая девушка, ты чё делаешь вообще? У тебя же родители есть в совете? Я ты мисс пасаган, ёбануро. Самое главное уже после полового акта, когда у тебя уже всё, моча уже спустилась, да? Самая интересная реакция проституток на это всё. Они... Да, да, да. Жизнь такая, блядь. Если у вас есть похожая история, связанная с проститутками, пацаны, пишите в комментарии, в двух словах, в трёх словах, в десяти словах. Идём дальше. У девушек это гораздо сложнее, потому что, чтобы им лишиться девственности, им нужна пиздец, какая весомая причина. Скорее всего, это парень, с которым она уже давно встречается. Они друг друга любят, там, любовь, морковь. Он ждал, когда там сезам откроется, там, целую вечность, там, раз десять её просил. Сезам, откройся, там, сезам, откройся. Она не открывала, не открывала, её тут понимает. Ну, в принципе, я ему доверяю, я в нём уверена, я хочу выйти за него замуж в будущем, поэтому, в принципе, почему бы не пустить белых ходоков за стену, да, так сказать. И всё, и как бы процесс происходит. И вот знаете, что тут удивительно, да? Я не то, что там мастер в области лишения целомудрия, но заметил одну такую характерную хрень, потому что у меня есть друзья, с которыми мы эту тему в любом случае обсуждаем. Очень тупые разговоры происходят после лишения девственности между пацаном и девушкой. Потому что для девушки это большое событие. Как правило, девушка плачет, или она без настроения, там, кровяка вся эта хуйня. И она просто тупит в потолок. Просто тупит в потолок. Вот смотрит и молчит. У неё там миллион мыслей в голове. Во-первых, скорее всего, она разочарована, потому что она никакого секса ждала. Это больно. Скорее всего, сексуальный акт не заканчивается до конца. Пацану пиздец хочется, как бы, так сказать, ходоков выпустить. Плюс у неё мысли о том, что родители, скорее всего, её не для этого воспитывали. Что люди подумают, если узнают. И миллионы, миллионы мыслей, но отражается это всё так, что она просто тупит в потолок. И пацаны в такие моменты пытаются разбавить данную ситуацию, сложную, я бы сказал, шутками. Да? Поднять настроение. Типа, добро пожаловать в доблестную девятую роту. Это очень бесит девушек. Я вот заметил, это очень бесит девушек, когда шутят в этот момент. Ну, вы представьте, она у меня там мыслей, да? Слушай, заткнись, пожалуйста. Ладно, ладно, ладно. Подрочи хотя бы. Это была такая традиционная, распространённая история того, как девушки частенько лишаются девственности, но нельзя забывать про случайные связи, когда девушка либо по пьяни, либо по тупости своей же лишается девственности. Но я сейчас хочу поднять достаточно, наверное, серьёзную тему. Эта тема называется насилие. Есть такое двоякое ощущение по этому поводу. С одной стороны, я всегда говорю девушкам о том, что я ебать что-то запел, как какой-то философ, блядь, человек разбирающийся. Ну, короче, ладно, хоть. Девушки, запомните одно золотое правило, что мужики, в первую очередь, все мы животные. Живём мы животными инстинктами. И когда вы ходите на вписки со своими верными братьями и друзьями, вы должны понимать, что когда чувак начинает бухать, он начинает думать не головой, а хуём. Если вы смотрите это видео, вы целомудрены, вы чисты. Вы не хотите вот этим случайным образом, блядь, лишиться этой самой детственности. Избегайте такой хрени, как вписки, квартиры и ни в коем случае не оставайтесь с ночёвкой. Это такой лайфхак, который сохранил очень многим их вагины до свадьбы, да? Вот. Хотя потом, мать их хуй, блядь, с парнями встречаются, лучше могли бы и на вписки, в принципе, да? Какая разница? Много таких случаев было? Была одна хорошая, блядь. Не дала, нахуй. Потом с парнем встречалась, короче. И всё, пиздец. Ну, потом, конечно, оформил, но не сорвал. Расилие, сука, оно есть вокруг, оно везде есть. Просто у нас менталитет такой. Девушка, скорее всего, промолчит про то, что её лишили детственности, потому что ей неудобно перед родителями, ей не хочется вот этого мозгоёбства, там, с судом. Она не хочет, чтобы все узнали, что она теперь не девочка. Из-за этого девушка молчит, а пацаны этим пользуются. Вообще, я считаю, что детственность, она напрямую связана с родительским воспитанием. Вот у нас на районе, мне кажется, у многих на районе такая девушка была, или в школе, у которой была очень дурная слава. Я не буду называть, как её зовут, из этических соображений, но, скажем, пусть её кодовое название будет Лиза. Если вас действительно зовут Лиза, извиняюсь, конечно, ничего личного. Просто имя очень подходит. Она была очень популярна своим жимом лёжа на хуях и сильной становой тягой долбиться в попу. Это было как этап взросления, да? То есть, если ты не побывал в Лизе, значит, ты ещё щегол не на пути истинном. Слабо Лизе расстилалась далеко за пределы нашего квадрата. Она была нашей ровесницей, но, как это часто бывает, она была такой вот девушкой, видной, симпатичной вполне себе, общительной. И она общалась со старшиками. И это считалось и покруто. И вот она, как пелась в песне «Фактор 2». Всё началось со школьного двора, Когда ты старшиком из класса Ночку провела.